Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре внедорожник Infiniti QX80. На видео автомобиль в комплектации Lux Sensory, в 7-местном исполнении, с бензиновым двигателем объемом 5,6 литра, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля серый металлик. Внизу дверей установлены подножки для удобства входа и выхода в автомобиль. Диски литые, 22-дюймовые, с шинами размерностью 275х50. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Запасное колесо расположено под автомобилем. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Автомобиль оснащен люком. Боковые зеркала окрашены в цвет кузова, а ручки дверей с хромированной отделкой. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах и декорирован ставками из натурального темного дерева. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. С помощью электропривода в сидении можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сидение также оснащено электрическим регулировкой поясничного подпора. На водительской двери расположен блок управления памятью водительского сидения. В память можно сохранить две различные настройки. Рулевое колесо оснащено электрическими регулировками. С помощью электропривода руль можно регулировать по вылету и углу наклона. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Посередине панели приборов расположен многофункциональный дисплей размерностью 7 дюймов. Левый под рулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни и ближний свет. Противотуманные фары включаются дополнительным переключателем. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен адаптивными светодиодными фарами с функцией автоматического переключения дальнего света. Фары оснащены омывателем. Передние противотуманные фары светодиодные. В решетке радиатора находится камера переднего вида. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 234 миллиметра. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены в блоках задних фонарей. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Далее на водительской двери находятся кнопки системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Кнопки регулировки яркости приборной панели. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор вспомогательной информации, которая выводится на многофункциональный дисплей панели приборов. На дисплей можно вывести данные мультимедийной системы, информацию маршрутного компьютера, информацию о давлении в шинах. Также можно дублировать спидометр в цифровом виде. Кнопки справа на руле управляют круиз-контролем. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система Infinity InTouch с двумя цветными дисплеями. Верхний экран предназначен для навигационной системы и интерфейса Apple CarPlay и Android Auto. Нижний дисплей предназначен для аудиосистемы, климат-контроля и меню настроек автомобиля. Магнитола поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает чтение CD-дисков. Также поддерживается Bluetooth Audio и присоединение внешних устройств через USB-порты. Мультимедийная система поддерживает Hands-Free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Также магнитола поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. Мультимедийная система оснащена встроенным жестким диском на 10 ГБ. Автомобиль оснащен аудиосистемой Bose с 13 динамиками. Во вкладке «Информация» на дисплей выводятся данные маршрутного компьютера автомобиля и информация о текущем состоянии автомобиля. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. У нас хватает своих проблем. Дело в том, что Российская Федерация, не российские авиационные власти, не российские службы. Климат-контроль трехзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Управлять климатом можно с помощью графики на дисплее или с помощью физических кнопок. Регулировка интенсивности обдува. Кнопки регулировки температуры с водительской стороны. Продолжение следует... Кнопки регулировки температуры с пассажирской стороны. Кнопка двойной на дисплее синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопка выбора направления обдува. Выбирать направление обдува можно с помощью графики на дисплее. Кнопка кондитс отвечает за включение кондиционера. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Через меню на дисплее можно управлять климатом в задней части салона. Регулировка интенсивности обдува сзади. Регулировка температуры сзади. Кнопка включения электробогрева заднего стекла и боковой зеркал. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев трехрежимный. Кнопки вентиляции передних сидений. Вентиляция трехрежимная. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке расположен очечник. Шторка люка открывается вручную. Люк можно сдвинуть полностью назад. Также на потолке находится кнопка системы Aero Glonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен двумя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В нише с крышкой расположены подстаканники. В основании центральной консоли расположены два USB-разъема и розетка на 12 вольт. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Изображение с камеры выводится на центральный дисплей. Всего предусмотрены четыре камеры. Спереди, сзади и по бокам. Кнопка включения режима предназначена для буксировки прицепов. Кнопка отключения системы стабилизации. С помощью данного переключателя можно выбирать режим работы полного привода. Режим авто, полноприводный режим с повышающей передачей или полноприводный режим с понижающей передачей. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, семиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. Изображение выводится на дисплей мультимедийной системы. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на второй ряд. Во втором ряду предусмотрено два индивидуальных кресла с удлиненной центральной консолью. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. В центральной консоли расположим бокс. Внише с крышкой расположены подстаканники. В самом низу находится ниша с крышкой. В спинках передних сидений расположены карманы для вещей. Бокс можно открыть со стороны второго ряда сидений. Для пассажиров второго ряда предусмотрено управление климат-контролем в задней части салона автомобиля. Кнопки регулировки интенсивности обдува. Кнопки регулировки температуры. Кнопка мод отвечает за выбор направления обдува. Кнопки подогрева сидений второго ряда. Подогрев двухрежимный. Для пассажиров второго ряда предусмотрены USB-разъемы и аудиоразъемы для подключения наушников. В подголовниках передних кресел находятся дисплеи мультимидной системы для задних пассажиров. На потолке над дверью находится освещение для задних пассажиров и дополнительные дефлекторы системы вентиляции. Рядом находится ручка. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. Теперь перейдем к осмотру третьего ряда сидений. Для доступа на третий ряд необходимо сложить кресло второго ряда. В третьем ряду предусмотрено три места. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены подстаканники. На потолке расположены дополнительные дефлекторы, системы вентиляции и ручки. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 470 литров. Слева в багажнике находится розетка на 12 вольт. Под полом в багажнике находится набор инструментов. Сиденье третьего ряда можно сложить из багажника с помощью электроприводов. При этом образуется ровный пол. Продолжение следует... В такой конфигурации объем багажника составляет 1405 литров. Для сложения сиденья необходимо потянуть за рычаг. Сиденье второго ряда складывается в соотношении 60 на 40. При всех сложных сиденьях объем багажника составляет 2695 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 100 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, 8-цилиндровый, объемом 5,6 литра с отдачей 405 л.с. Мы с вами осмотрели внедорожник Infiniti QX80 в комплектации Luxe Sensory. В 7-местном исполнении, с бензиновым двигателем объемом 5,6 литра, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 6 395 000 рублей. Благодарим за помощь в съемках официального дилера марки Infiniti Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравились ли вам машины и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok